У меня нет отношений с мужчинами. Они и не подходят, не знакомятся. Был развод три года назад, и больше нет мужчины. Хочется встретить человека, влюбиться, быть любимой. Как? Что мне нужно сделать? Поработать над своим внутренним миром? На что обратить внимание? Спасибо вам большое за ваши стримы. Пожалуйста. Значит, первое. Отпустить обиду на мужа. Вот отпустить, какая бы она ни была. Самое страшное для женщины, когда... Ну, не дай тебе, господи, мужчина, не очень адекватно себя ведущий, допустим, да? А когда женщина принимает, что она в чем-то не такая. Она не такая красивая. Или он там ей сказал, что ты там никому не нужная будешь. Ну, такая вся ерунда, которая, в принципе, должна добить, если женщина с низкой самооценкой. Я буду говорить проще. Значит, это у вас все внутри. От этого хвостики, ножички там, всякая ерунда растет. Вы их боитесь. Вам все время кажется, что они похожи на предыдущие ваши отношения. Что у вас получится все то же самое. И что лучше не надо, а может быть надо. И самое главное, вы не сделали работу над ошибками и для себя не приняли, «А какой же нужен-то?» Какой он? С каким наполнением? Не форма ходячая, там, в джинсах, брюках, в костюме, там, или еще с чем-то. А внутренне вы же уже туда сходили. Вы же уже понимали, что было так, что было не так. А где был обман или еще там какие-то вещи были. Значит, стыковки нет. Вам кажется, что мужчины, они все какие-то такие своеобразные. А вы хотите какого-то эфемерного. Значит, вы по отношению к себе, еще раз повторюсь, не сделали работу над ошибками. И вы не подпустите, потому что это вот там внутри сидит. И вы каждый раз, как и любая другая женщина, которая переживает непростые моменты в своей жизни, она почему-то думает и страхуется так убого, что ну это все, это в последний раз. Нет, это такое же, это то. И начинает это еще аккумулировать в разговоре эмоционально с какими-то своими там приятельницами, подружками. Нет, это не рабочий вариант. Или вы изнутри все вытаскиваете и понимаете причинно-следственные связи. И понимаете, что очень часто бывает, каждый из нас совершает поступки, которые, бывает, на всю жизнь остаются, знаете, таким неизгладимым следом. И исправить их практически нельзя. Даже если какая-то коммуникация может пойти, это никогда не будет гарантировать, что те предыдущие отношения или какие-то там взаимодействия будут такими же, как до этого поступка. Нет. Почему говорится, что весь мир меняется? И мы должны в унисон с этим миром меняться вместе, понимая, что условия среды, в которой мы с вами находимся, они изменчивы. Сейчас лето, потом начнется осень. У нас все равно это будет меняться. У нас какие-то начнутся определенные изменения, то ли на работе, то ли в тех городах, где вы живете. И если мы от этого закрываемся и не понимаем, что происходит, это называются блоки. Если вы закрываетесь и боитесь повтора, значит, вы или обретете этот повтор, или навсегда никогда не позволите себе никуда больше, чтобы к вам кто-то подошел. Присутствие страха и обиды, и та как-то непрожитая боль, непонимание того. Почему любой разбор полетов — это всегда непросто? Почему на сегодняшний момент из моей практики люди угасают, умирают, ходят трупиками, мертвецами, как мертвяки, как в Стругацких написано, да? У них нет сил, у них нет энергии, и самое главное, нет внутреннего желания, страдальцы так называемые. Нет внутреннего желания, чтобы хотя бы что-то в жизни изменить. Это, ну, как сложно. Это непросто первые, там, я не знаю, 3-4 месяца, да, непросто, потому что эго раздутое, почему я, почему мне, ну, вот это вот болтология внутренняя, как защитная реакция. Если вы действительно хотите жить, а не ходить от точки, отстрадав, а потом чего-то кусочек от кого-то получив, или отдав себя в пользование, если вы будете понимать, что происходит, то тогда и мужчина придет, тот, которому вы будете интересны. Если вы для себя неинтересны и расписываетесь, даже здесь пишите сообщение, ко мне никто не подходит, это константа. Я разошлась, там то, сё, вот, 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 все на голову одеваете, на голову одеваете. Значит, что-то внутри вас не пускает, значит, где-то там что-то засело занозу, и эту занозу нужно вытащить. В противном случае это будет вечное ожидание, без перспектив.